И в тренировке самое главное это психология. То есть если у вас нет психологии в тренировке, вы ничего не любите. Нужно составить себя тренироваться, а это крайне непросто, поверьте. Вот работать над собой крайне непросто. И если вы не знаете как себя заставить, как вы могли бы себя заставить, если вы это не изучаете, самое главное. Вот это, знаете, как со сверхзадачей. То есть если вы не знаете как себя заставить выполнить сверхзадачу, она же вот самая главная в сверхзадаче, это не выполнение сверхзадачи. Это как себя заставить ее выполнить. По-любому. Вот как сделать так, чтобы вы всегда побеждали. Вот эта модель сверхзадачи, она не учит человека это делать. Как бы вот по-любому. Понимаете, то есть она строит вам мышление таким способом, что вы разучиваетесь проигрывать. Вы как бы отучаете себя от того, чтобы проигрывать. Это очень мощный инструмент, если есть психология. Если ты умеешь себя заставить это сделать. А если нет, ты никогда не сможешь получить тех результатов, которые ты хочешь. Никогда. Ничего не получится. То есть ты как был средничком, так и останешься. Даже если ты умеешь. Даже если ты владеешь всеми навыками. Знаешь все комплексы. Умеешь все инструменты брать. Если вот у тебя нет вот этого умения себя заставить сделать. По-любому. А это приобретается в ходе тренировки над собой. Работа над собой. То есть нет вот этой психологии. Нет понимания. Как влиять на себя самого. Ничего не будет. Вот я помню, я футболом занимался. Меня вообще заставлять тренироваться не нужно было. То есть у меня мир состоял из футбола и футбола. Я вообще ничего там больше не знал. Не понимал вообще. Я за очень короткий промежуток времени стал такой звездой. Что я не знаю. Меня только в задницу не совмали. Хотя я его не помню. То есть это был театр одного актера. Чем достигается этот театр одного актера? Тремя тренировками в день. Тремя тренировками в день. Я у меня и вот цикл был. Три тренировки в день. Три тренировки в день. Три тренировки. Непонятное дело, что когда футбольное поле выходило, для меня это игра была, это так, прогулка, развлечение просто. И реально развлечение. Я развлекался на футбольном поле. И потом я мог показать все, что угодно. Люди там с ума сходили, удивлялись, как такой молодой мальчик с такими способностями, а это не способности. Это умение заставлять работать себя над собой.